В период карантина по стране организовываются мобильные ярмарки для махалей, расположенных далеко от продуктовых рынков. Это позволит жителям совершать покупки по доступным ценам, не удаляясь далеко от дома, тем самым обеспечив свою безопасность и безопасность близких. Предотвращаются случаи необоснованного роста цен на сельскохозяйственную продукцию и на центральном дзехканском рынке города Маргеллана. Помимо обеспечения ее регулярной доставки до прилавков сотрудниками Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, работниками областной прокуратуры и правоохранительных органов осуществляется контроль над стабильным ценообразованием. Общая численность населения в Ирганской области составляет более 3 миллионов 700 тысяч человек. Для удовлетворения их повседневных потребностей в продуктах питания в области имеются 22 фермерских рынка, 29 крупных супермаркетов и более 15 тысяч мелких торговых объектов. То есть на каждую из 1031 махалей области в среднем приходится по 15 торговых точек. Помимо этого в карантинный период во всех районах и городах области организованы торговые ярмарки для обеспечения населения доступными и качественными продовольственными товарами по доступным ценам. Кроме того, в процессе доставки продовольственной продукции в отдаленные районы области к жителям многоэтажных жилых домов задействовано 668 транспортных средств, а также 252 транспортных средства доставляют товары первой необходимости, включая антисептики и санитарно-гигиенические средства. При наличии специального разрешения владельцы автотранспортных средств имеют возможность доставлять свою продукцию в торговые точки. К примеру, Кувинский, Деханин и Крорхалматов снабжают ферганцев рассадой. Строго соблюдая правила карантина, функционируют как крупные промышленные, так и небольшие предприятия. В ходе мониторинга, проведенного рабочими группами, выявлено 829 случаев реализации продовольственных товаров по завышенной стоимости. В 84 случаях были приняты административные меры, и в 745 случаях продавцы получили предупреждение. Аналогичным образом изучены цены на медицинские маски в 1167 аптеках. В отношении 674 субъектов были приняты административные меры и даны предупреждения. В целях обеспечения стабильности цен в регионе 745 ответственных лиц были официально предупреждены о недопустимости нарушения карантинных правил и необоснованного повышения цен. При этом в отношении 90 лиц были возбуждены дела в соответствии с Кодексом об административной ответственности. В связи с карантинными мерами основная часть продовольственных товаров, поступающих в торговые точки, доставляются потребителям напрямую. Основная часть сельхозпродукции выращивается в регионе, только картофель и лук привозят из соседних областей. Но это тоже временно. Очень скоро на прилавках появится новый урожай местных дехкан. В эти дни в целях недопущения искусственного завышения цен сельхозпродукции из областного запаса поставляются по доступным ценам. И сотрудники департамента при Генеральной прокуратуре проводят мониторинг ситуации на постоянной основе. В нашей махале Шолокор проживают свыше 2800 человек. Сюда прибыл мобильный рынок. Выражаем благодарность организаторам. Это сэкономило не только время, но и расходы на дорогу граждан. Население довольно создаваемыми условиями. Наше село находится в 15 километрах от районного центра. В связи с карантином организовали здесь мобильный рынок. Мы этому очень рады. Все продукты по доступным ценам. Деятельность таких доступных мобильных рынков организована и в других регионах области.